Свечка 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 Я очень извиняюсь, что я вас поднял Но я обращаюсь между собой ванну Я сегодня в этом зале по той простой причине как знак моего самого благого уважения в памяти вашего мужа в памяти отца вашего ребенка мальчика Руэна Я хочу сказать особое спасибо семье Актиевых Шамаевых Коровых Вот это делается семья Вот это лицо семьи Когда в такую минуту она всегда подчеркивает свою близость и свою родственную Дорогие мои друзья сегодня сегодня в Америке очень часто говорят о том что вы бухарские напрасно тратите усилия пытаясь сохранить свое лицо все равно все равно как и многих других вашу небольшую общину раздавит вот это как говорят плавильный котел в Америке ну что у вас там 50 тысяч куда вы делитесь пройдет 10, 20, 30, 50 лет и вы забудете откуда вы кто вы я когда сегодня смотрю на то как наша небольшая община упорно держится за все за то что она привезла из Средней Азии то я прекрасно понимаю что скорее всего эта община удержит свои позиции но тут мне можно моментально задать вопрос я спрашиваю ну зачем ну зачем вам все это дорогие бухарцы ну что вы так за это цепляетесь вы живете в другой стране тут другие порядки тут другие законы ну кого ничем вы хотите убедить и вообще для чего все эти усилия нужны ну что вы тут создали 25 центров вы создали Ешим вы стараетесь своих детей направить в определенные русские попомните наши слова мы коренные американцы мы знаем че это кончается ваши планы не угадут не угадутся они все равно год раздавлены святочка ваш муж нашел свой последний приют в Израиле это та же дорога которую три тысячи лет тому назад прошел Яков наш отец когда он говорил своему сыну Иосифу Иосифу моя последняя вода чтоб ты непременно меня из Египта вылез в мои останки и дал мне спокойно находиться в еврейской земле и не смотря на все сложности Иосиф этот совет выпал и когда пришел сейчас самому Иосифу то его сын Моше сделал то же самое и можно только себе представить через какие сложности пошли эти они каких трудов это все стоит и вот сегодня пошел той же дорогой из далекой Америки за десять тысяч мальтов тем не менее хотел найти свой покой в еврейской земле и когда нам сегодня часто говорят что это не ваша земля что вы должны уйти отсюда люди которые об этом говорят они не знают еврейской истории они не знают сколько крови было пролито еврейским за три тысячи лет и вот смотрю сегодня несмотря на все сложности евреи продолжают упорно идти своей дорогой ваш муж был человеком удачи за что бы он не брался вот тут вашей подчеркнул что он с молодым мог заработать дома он действительно куда бы ни попадала его рука на что бы он ее не поважал это место непременно становилось доллароносящим не что а что не это